Работники культуры также вносят свой вклад в достижения независимого Казахстана. Сегодня их честовали в Доме культуры молодежи. На торжественном мероприятии были вручены заслуженные награды. Впервые за долгое время в ДК молодежи торжественное мероприятие прошло с участием зрителей. Их было немного из-за действующих ограничений. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, работники сферы культуры активно продолжали творческую деятельность и освоили новый формат – выступления на онлайн-площадках. Сегодня многие из них, а это музыканты, артисты и другие представители творческих профессий, работники культуры и искусства, получили награды за свои достижения. От имени Акима города Аббатышины Бекова им вручили благодарственные письма и грамоты. Данный год сложный. Не только для нас, музыкантов, и для людей, но и для нас, для музыкантов. Но несмотря на сложное время, мы всегда трудились, так сказать. Мы пытались дарить вдохновение людям, занимались онлайн, по возможности давали онлайн-концерты, чтобы люди надолго не оставались без нашего творческого внимания. Старались вести творческую работу. То есть мы не опускаем руки, всегда преданы своему делу, всегда пытаемся подарить людям радость. С весны двери театров, музеев и библиотек были временно закрыты для зрителей. На учреждении культуры открыли доступ к своему виртуальному миру и радовали зрителей онлайн-концертами, спектаклями и экскурсиями. Было проведено 59 онлайн-концертов, более 20 телевизионных передач, 18 конкурсов, на онлайн-площадках реализовано 143 творческих проекта. В период карантина, чтобы не терять связь со своим зрителем, артисты работали удаленно, давая онлайн-концерты, мастер-классы, конкурсы на интернет-сайтах, учреждениях и в социальных сетях. Выкладывались самые яркие концертные программы и гастрольные выступления творческих коллективов региона. Всего более 350 творческих мероприятий. Подводя итоги, было отмечено, что уходящий год для сферы искусства и культуры стал годом новых возможностей и креативных идей. Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом.